То есть мы ее включаем, снимается заземление с высоковольтного блока, включается звуковой сигнал и одновременно включается световой сигнал. То есть эта дверь обычно закрыта в момент работы. Электроматер Андрей Любавин знакомит нас с лабораторией по испытанию средств защиты. Она полностью новая. В Пушкинской электросети лаборатория появилась в начале этого года. Идея создать нечто подобное в учреждении существовала давно. Но и реализовать удалось сейчас. Этот лабораторный стенд прошел аккредитацию в Ростехнадзоре. Мы очень рады, что он появился в нашей организации, в нашем городском округе. Он позволяет испытывать средства индивидуальной защиты, такие как диэлектрические перчатки, диэлектрический инструмент, указатели напряжения, которые способствуют безопасному производству работы в электроустановках. Кроме того, что лаборатория имеет аккредитацию в Ростехнадзоре, весь персонал, который в ней работает, также аттестован и обучен в Ростехнадзоре. Это современная лаборатория. Ранее, когда в Пушкинской электросети не было подобной установки, проводить испытания средств индивидуальной защиты приходилось в других компаниях. Появление лаборатории не только упростило этот процесс, но и дает новые возможности. Мы еще получили аккредитацию на передвижную лабораторию. У нас есть прибор, который мы также приобрели, при помощи которого можно замерять сопротивление петли фазы 0, делать все технические отчеты, которые необходимы каждому предприятию, в принципе, если у них есть помещение, здание, делать такие отчеты при подготовке к осенне-зимнему периоду, ну и вообще периодически делать такие испытания. Мы готовы это делать, оказывать такие услуги. Работаем мы в рамках нашего прескуранта, утвержденного постановлением главы городского округа. Приглашаем всех к нам. Мы готовы всем помочь. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова